Несмотря на обещание Никол Пашиняна о предотвращении миграции из Армении, согласно официальной информации, численность населения страны продолжает сокращаться. Так, по состоянию на 1 октября текущего года, численность постоянного населения Армении сократилась за год на 10,4 тысячи человек или же на 0,3%. При этом, этот процесс проходит на фоне естественного роста численности населения. То есть, Армению продолжают покидать люди. Основные причины миграции жителей Армении общеизвестны, это бедность и безработица. Даже новые власти Армении не смогли улучшить экономическую ситуацию в стране. Более того, своим популизмом и безграмотностью Пашинян еще больше вгоняет страну в трясину. Заявляя о том, что будет снижено налогообложение. Вместе с тем, власти Армении выступили с инициативой облагать налогами денежные переводы, высылаемые трудовыми мигрантами. На этом фоне европейские СМИ распространяют новость о том, что больше месяца, армянская семья Тамразянов укрывается в церкви Вифиль в Гааге, чтобы избежать депортации. Сосун Тамразян, его жена Аануш, а также трое детей, Хаэрпи, Вардуги и Сейра, приехали из Армении 9 лет назад. Они подали запрос о предоставлении политического убежища и заявили, что главу семейства преследовали на родине по политическим мотивам за его оппозиционную деятельность, имеются в виду события 1 марта 2008 года в Армении. Судья сначала принял решение о предоставлении убежища семье, но власти Нидерландов, уже после решения суда, им в убежище отказали и выдали предписание о депортации. Получив отказ в убежище, семья попросила помощи у протестантской общины в Гааге, а там вспомнили, что законы Нидерландов запрещают полиции входить в храм, если в нем идет служба. Теперь пасторы по очереди проводят круглосуточные литургии с тем, чтобы семью не могли увезти из церкви. В церкви признают, что не могут вести службу бесконечно долго, но подчеркивают, что отец семьи Тамразянов может быть убит в Армении, а их дети давно ассимилировались в Нидерландах. В заявлении самой протестантской церкви сказано, что она уважает решение суда, но не может сделать выбор между уважением решения властей и защитой интересов семьи. После отказа в убежище, семья Тамразян подавала властям Нидерландов прошение о предоставлении убежища хотя бы их детям, но в этом, им также было отказано. Между тем, как заявил государственный секретарь Марк Харберс, армянская семья не может остаться. Будущее армянской семьи Тамразянов не в Нидерландах, сказал он в эфире телевизионной программе ПОВ. Эту тему затронула в своей передаче на международном русскоязычном телеканале РТВИ, ведущая Екатерина Катрикадзе. Во время эфира, она задала вопрос гостю передачи политологу Айку Мартирос Яну о том, что семья Тамразянов бежала из Армении во времена президентства Сержа Сарксяна и сейчас, после смены власти, главе семейству уже не должно грозить преследование. В своем ответе Мартиросян, подчеркнув, что не видит трагедии в возвращении семьи Тамразянов в Армению, основной акцент, он сделал на факте того, что их дети выросли в Нидерландах, и им будет сложно адаптироваться к новым условиям в Армении. Ходя предполагаем, что за упорным нежеланием семьи Тамразянова вернуться в Армению, кроются другие мотивы. Своими необдуманными шагами Пашинян спровоцировал скандал в ОДКБ, его националистическая риторика фактически свела на нет переговорный процесс по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Вместо рациональных решений по выходу Армении из тупиковой ситуации, Пашинян занимается откровенным словоблудием и раздачей обещаний, что чревато новой катастрофой для жителей Армении. Не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понимать это. Вот в чем кроется главная причина – нежелание этой семьи вернуться в Армению. Чтобы избежать уготованного им в Армении ада, они укрываются в церкви. А тем временем в Армении полным ходом идет подготовка к внеочередным парламентским выборам, на которых вне всякого сомнения победу одержит блок Паши Няна, мой шаг. А это значит, что любой здравомыслящий человек, ни за какие коврижки, не вернется в Армению.